Продолжение следует... Кажется, что уже восьмой или девятый раз я приезжаю в Москву. Но это первый раз моя повестка совпала в мае месяце. Все предыдущие мои поездки в этот город были в конце ноября месяца. И поэтому, приехав сюда этот раз, в мои месяцы я совсем по-другому посмотрел на ваш город. И я вижу во время этой поездки ту красоту природы, которой вы радуетесь, будучи жителем этого города. В нашей возможности поклониться Господу все вместе, мы рассмотрим одну из библейских тем. Иногда мы исследуем Библию методом утверждений, доказательств. Мы рассматриваем различные части Библии. И таким образом мы утверждаемся в вере какой-то определенной истины. Но мне бы хотелось сегодня пригласить вас рассмотреть конкретную тему, представленную Библией. И одна из таких тем в Священном Писании это тема света. Вы читаете о свете во многих местах Священного Писания. Прежде всего вы находите эту тему в книге Бытия. Это первые тексты Святого Писания. Тьма или мрак покрыл землю, а Бог говорит, да будет свет. В Священном Писании в книге Псалтирии, да, Давид говорит, и тьма не покроет тебя. The night is the same as the day to you, потому что в твоем присутствии и для тебя ночь то же самое, что и день. In the last book of the Bible Revelation, последние книги Библии в Откровении, John speaks of the new city. Иоанн говорит о новом городе. И говорит, что этот город не имеет нужды в солнечном свете. И не нуждается в освете луны ночью. Потому что Агнец является светом для этого города. Мы обнаруживаем интересную картину, когда мы через все Священное Писание находим подтверждение или Слово о свете. In the Gospel of John, The words of Jesus are recorded in John chapter 8, verse 12. Слова Иисуса записаны в 8 главе, в 12 тексте. Where Jesus says, I am the light of the world. В этих двух текстах Иисус говорит, я свет мира. Now surely, if you study all of the passages about light and darkness, Без сомнения, что когда вы исследуете в Библии все отрывки, говорящие о свете и темноте, One of those that will perhaps be the most surprising for you, Возможно, что сюрприз, который удивит вас во время этого исследования, То, is another statement of Jesus. И вот это открывается еще в одном утверждении Иисуса. When Jesus said, you are the light of the world. Когда Иисус говорил, вы свет мира. In English that's just seven words, a very simple statement. В английском языке, в английском варианте библейского перевода, Это всего лишь семь простых слов этого утверждения. But in its meaning, но его значение, этого предложения, It is very deep, very rich. Чрезвычайно богато, чрезвычайно глубоко. And it is that statement of Jesus that I would like for us to consider as we worship Him. Именно над этим высказыванием Иисуса мне хотелось бы вместе с вами поразмышлять сегодня. You are the light of the world. Вы свет мира. These words are recorded in Matthew in the Sermon on the Mount. Эти слова записаны в Евангелии от Матфея 5 главе, И они являются частью наборной проповеди Иисуса. At the beginning of the Sermon on the Mount. В самом начале проповеди Иисуса. Матфей говорит, что Иисус зашел на гору для того, чтобы говорить со своими учениками. Когда мы читаем библейское повествование, завершающее его выступление на горе. Матфей сообщает, что люди были удивлены Его. Поэтому мы можем представить, что тех, кто слышал эти слова Иисуса, было больше, нежели только 12 учеников. Возможно, что специально Матфей использует такую форму языка, чтобы показать все последователи Иисуса являются светом мира. Что имел в виду Иисус, когда говорил, «Вы свет мира». Я хотел бы рассмотреть с вами, по крайней мере, четыре мысли из этого высказывания Иисуса. Первое, эти слова Иисуса говорят о высоком преимуществе людей. Во-вторых, мы будем говорить о высокой ответственности людей. В-третьих, мы будем говорить о неграниченных возможностях людей. И в-четвертых, мы будем говорить о потрясающей цели каждого из нас. Итак, давайте начнем размышлять над этими словами Иисуса, который прежде всего открывает наше свое преимущество. Как вы помните, в Евангелии от Иоанна Иисус говорил, «Я свет мира». Но в этой проповеди, мы называем ее Нагорной, Иисус говорит, «Вы свет мира». Понимаем ли мы то потрясающее преимущество, которое Иисус раскрывает перед нами этими словами? Он дал или предал своим последователям тот же смысл жизни, который и Он имел, придя на землю. Это удивительное преимущество, которое имеет каждый последователь Иисуса. Давайте на несколько мгновений остановим наше внимание на характере тех людей, которые следуют за Иисусом. Среди них были мужчины и женщины, девушки и мальчики, образованные люди, безграмотные люди, бедные и богатые люди, люди, имеющие работу и безработные, только что поженившиеся и разведенные, а люди богословы и просто пролетарии и рабочие. Мы можем сказать, простые люди из самого разного положения следовали за Иисусом. И Он им говорит, «Вы свет мира». Можете себе представить эту картину? И Иисус как бы рискует, возлагая миссию неба на каждого последователя своего. Из этого мы должны понять, вне зависимости от того, кто вы в этой жизни. Вне зависимости от рода вашей профессии. Или где вы живете. Вы можете быть светом. В духовном смысле, в духовном служении нет иерархии, нет низкого и высокого положения. Водитель такси в городе не менее важен в глазах Божьих, нежели выдающийся богослов. Преподаватель начальной школы не менее важен в глазах Божьих, нежели профессор университета. Кем бы вы ни были, где бы вы ни находились, и чем бы вы ни занимались, вы свет. Вы свет мира. И Иисус предполагал, что мы будем светом не только в храме во время богослужения, Но мы должны быть светом, находясь на своих рабочих местах. Мы должны быть светом, находясь в магазине. Мы должны быть светом, получая образование. Мы светом находимся даже во время нашего отдыха. В духовном служении нет иерархии. Обратите внимание на некоторых людей, о которых нам говорит история, или рассказывает история, как Бог использовал их как свет для мира. Я думаю сейчас об Абрааме. Человек, у которого не было ни собственности, ни семьи. Я думаю о младенце, о маленьком мальчике Самуиле. Этот маленький ребенок, приведенный матерью в храм, становится светом. Потому что приносит весь от самого Бога, высокопоставленному духовному лицу. Даниил и его друзья, будучи пленниками, становятся светом. Апостол, Павел и Сила поют песни в темнице. И обращается стражник или охранник этой темницы в результате. Кем бы вы ни были, куда бы вы ни шли, Иисус говорит, вы свет мира. Удивительное преимущество для каждого. Мне кажется, что для меня самой интересной историей в Ветхом Едозавете является история о маленькой девочке. Когда ее страна была в состоянии войны, эта маленькая девочка была взята из дома, от матери и отца оторвана. Она стала пленницей в другой стране. И вот теперь, сейчас, она служанка в доме генерала армии противников. И мы признаем, какое несчастье случилось в жизни этого ребенка. Какое ужасное несчастье для невинного ребенка. Она стала заложником обстоятельств, которые не могла самоизменить. Но верно, она исполняет обязанности служанки в этом доме. И однажды она обнаружила, узнала, что ее господин болен. Генерал армии, генерал армии, прокажен. Вполне нормальная реакция для нормального человека в этой ситуации была. Нормальная реакция, наверное, требует в этом случае, чтобы она говорила, так тебе и надо. Бог возвращает себе за твои ошибки, за твою жестокость. Но эта маленькая девочка является светом. Она живет в этих ужасных условиях лены. Но она свет. И в ее сердце сожаление, жалость к ее же господину. И все, что она может сказать, она говорит, если бы ты только мог увидеть пророка в моей стране. Вы видите, что она не предоставляла. Она никого не обучала библейским урокам. Никого не приглашала в церковь. Она только направила человека в сторону блестки. Она только направила человека в сторону благословений Господа. И Нима, так звали этого генерала, поехал, чтобы увидеться с пророком Израиля. Вы помните эту историю, как он был исцелен. И стал истинным верующим человеком, поклонником живого Бога. Итак, первое, что мы хотим понять из этого высказывания Иисуса, вы свет мира. Это то, что каждому из нас Бог дает преимущество. Не просто одному или двум выдающимся в этом мире. Каждый из людей в этом мире, кто осознанно избирает идти за Иисусом, он становится светом мира. Второе, что мы раскрываем для себя, читая это заявление Иисуса, что Он этим же возлагает на нас ответственность. Да, это преимущество великое. Но вместе с этим большая ответственность. Когда Иисус доверяет Своим последователям быть светом, они должны забыть о самих себе. Они должны помнить, почему они являются светом в этом мире. Существует или есть история о церкви в Страспурге. Во время Второй мировой войны, во время бомбежки, храм или церковь была разбомблена. И красивое здание храма превратилось в кучу хлам. Члены этой церкви начали разбирать эту гору руин. Вся церковь полностью была разрушена. Но под этой грудой руин, этого хлама, цемента, железобетона, они обнаружили статую Иисуса Христа. И она почти не пострадала в результате обрушения храма. Единственное, что пострадало, это отломались руки этой статуры. И вот вся остальная часть этой статуры осталась неповрежденной. Члены этой церкви решили восстановить свой храм. Однажды, известный скульптор пришел в эту церковь. И сказал, что я услышал, что произошло со статурой Иисуса. Я могу исправить ее. Я приделаю новые руки к статуре. И вы даже не увидите, где соединительный шов. Вы можете опять в вашей новой церкви поставить эту статурку. Члены церкви немного поразрушляли над этим предложением. И после этого ответили, нет, мы не хотим, чтобы ты восстанавливал полностью ее. Мы оставим ее с такими отломанными руками. Потому что она постоянно напоминает нам, что мы руки Иисуса. Он вдохновляет нас. Но когда мы видим Его без рук, это говорит нам, что мы должны стать Его руками на земле. Это еще один путь, чтобы сказать, мы – свет мира. Удивительное преимущество. И великая ответственность. И так Иисус сказал, вы – свет мира. Живите так, чтобы, когда люди увидят вас, чтобы они прославили вашего Небесного Отца. Видите, цель нашей жизни не в том, чтобы обратить внимание на себя. Не на наши здания. Не на нашу собственность. Не на размеры нашей церкви. Цель нашей жизни – чтобы обратить внимание людей на Бога. Удивительные преимущества и высокая ответственность. А Иисус говорит, вы – свет мира. Он не сказал, вы – свет в вашем офисе. Вы – свет в вашем доме. Он не сказал, вы – свет в вашем доме. Нет, Иисус говорит, вы – свет мира. Есть нечто таинственное в том, чтобы быть светом. И именно эта тайна разрушает всякие границы, всякие препятствия. Свет этот проникает повсюду, во все уголки мира. Он становится межрасовым влиянием, международным влиянием. Вы – свет мира. Вы должны постоянно нести в вашем сердце мысль чего-то великого, грандиозного от имени Бога. И признать, что мы всегда можем быть свидетелями во имя Бога. Около года тому назад я был приглашен участвовать в церемонии выпуска одного из наших учебных заведений. Это происходило в пятницу вечером и продолжалось в субботу целый день. И в пятницу вечером мэр города пришел для того, чтобы поздравить выпускников. Его выступление было коротким. Он сказал следующее. Я знаю мэров многих городов, в чьих городах находятся учебные заведения. И многие мэры тех городов не рады тому, что учебные заведения, университет находятся в их городе. Потому что иногда происходят проблемные события с участием университетов. У студентов больше энергии, нежели мудрости. Поэтому иногда в городах, где есть высшие учебные заведения, и больше проблем. Университеты могут присоединяться к завастовкам. Университеты начинают протестовать против чего-то или кого-то. Университеты могут быть проблемой с правом и правом. Мы должны быть более полицейских, когда есть университет. Нам нужно в этом случае увеличивать штаб полицейских, потому что они становятся преступниками закона и порядка. Но после этого он сказал, но в моем городе я счастлив от того, что имею это учебное заведение. Потому что это учреждение духовное, оно понижает показатели преступности в этом городке. И когда год тому назад наш этот город был покрыт водой, мы пережили наводнение, люди этого учреждения показали, как можно служить своим решением. И я подумал, действительно, как мне приятно слышать эти слова об учебном заведении церкви адвентистов седьмого дня. Потому что студенты этого учреждения, преподаватели, сотрудники этого учебного заведения смогли понять, что значит быть светом мира. Мы пример для этого мира. Не просто один для другого, для мира пример. Люди наблюдают. Люди видят. Для Божьих детей открываются неограниченные возможности во всем мире. Они никогда не должны мыслить только в рамках своей маленькой группы. Они должны думать о влиянии, которые могут оказать на весь мир. Итак, мы говорили о преимуществе, которое Бог нам дает. А также о великой ответственности, возложенной на нас. А также о неограниченных возможностях открывания для нас Бога. А теперь давайте подумаем над целью жизни нашей. Иисус сказал, Вы свет мира. Когда люди смотрят на вас и видят ваш образ жизни, они должны прославить Отца Небесного, вашего Отца. А вот в этом и заключается цель нашей жизни. То, что желает сказать Иисус, заключается в следующем, когда вы живете так, что являетесь светом для мира. Вы никогда не обращаете внимания на себя. Вместо этого, будучи светом мира, вы обращаете внимание людей на Бога. Чтобы люди могли прославить Бога, когда они видят свет в вашей жизни. И бесспорно, это побуждает нас спросить, Какой яркий свет мира? Привносит ли яркую картину в картину Бога мой свет? Отражает ли мой свет достойно характер Иисуса? Несколько лет тому назад По радио, телевидению, в новостях прошла реклама новых электрических лампочек. И нам было сказано, Если вы приобретете такого рода лампочки и замените на те, которые у вас горят сейчас, вы сможете сэкономить деньги. Вы знаете, я отношусь к тем людям, которым нравится экономить деньги. Когда я услышал такое сообщение в новостях, Я пошел в магазин в один день И купил целую коробку энергосберегающих лампочек. Я вернулся обратно домой. Пошел в дом, откручивал старые лампочки, выбрасывал их в мусор, Брал новую лампочку. И я сделал это во время дневных часов. Моей жены не было дома. Она даже не знала, чем я занимаюсь в это время дома. Я должен сказать, что моя жена является детем свет. В нашем доме должен гореть свет везде. Есть дневной свет, есть свет, который ночью освещает. Да, внутри дома горит свет, снаружи горит свет. Поэтому я был готов. Я сменил все лампочки в нашем доме. Потемнело на улице до времени, до того, как жена вернулась домой. Когда она вошла в дом, уже было темно на улице. Она прошла по дому, включая свет везде, в каждой комнате. Включая свет. И мы начали экономить деньги. И это продолжалось, может быть, в течение пяти минут. О, прошу прощения, в пяти секунд. И она, обращаясь ко мне, говорит, Посмотри на этот дом. Я не могу даже поверить, как выглядят наши стены. Они ужасны. Нам нужно немедленно вызвать специалистов, чтобы перекрасить наш дом изнутри. И вот здесь я понял, что у меня проблема. Потому что я должен был согласиться, все выглядело ужасно. Я очень быстро начал соображать, что сказать. В конце концов я сказал, Послушай, дорогая, я думаю, что мы можем жить с этим, но мы сэкономим деньги. Я быстро пошел к мусорному ведру, забрал старые лампочки оттуда, вывернул новые и вернул старые на место. После этого я обнаружил, в чем была моя ошибка. Когда я покупал в магазине новые энергосберегающие лампочки, я не обратил внимания, какой цвет лампочек я приобрел. Чуть позже я обнаружил, что эти или такого рода лампочки имеют так называемую тепловую энергию света. А я купил не те, что нужно было для моего дома. Я купил те, которые, загораясь, изменяют цвет, на что бы они не падали. И я сразу же подумал об этом библейском тексте. Когда Иисус говорит, Вы свет мира. Город, который наверху горы построен, не может укрыться. Когда люди видят Ваш образ жизни, они должны прославлять Отца Небесного. И я подумал, какой же свет, какого цвета свет сияет от моей жизни? Представляю ли я Бога? Цель света, обратите внимание, на это высказывание очень важно, не для того, чтобы на себя обратить внимание. Цель света в том, чтобы показать то, на что падает свет. Открыть истинный характер, размер или цвета того, на что падает свет. Поэтому, мне кажется, вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, спросить самих себя, какой свет я отражаю? Свет моей жизни отражает ли истинную картину Бога и смысл моей жизни? Возможно ли, что свет моей жизни не того цвета? И когда люди смотрят на меня, они приобретают неверное мнение, неверное знание о Боге. Когда Иисус говорил, вы свет мира, кажется, это такое простое высказывание, простое заявление. Но на самом деле это великое преимущество. И оно в том, что Иисус своим последователям дает возможность, дает способность быть Его представителями мира. Он также для них открывает глобальные возможности быть светом мира. И что этот свет, наш с вами свет, должен обратить внимание мира на Него. Это и должна быть цель, смысл нашей жизни. Это должно быть целью нашего поклонения Богу. Евангельская весть не только для нас должна звучаться. Евангельская весть должна переродить нас изнутри. Чтобы свет Божий через нас сиял этому миру. Иисус говорит, Иисус говорит, вы свет мира. Пусть Он светит. Пусть Он светит. Пусть Он светит для наших соседей. Пусть Он светит для всего мира. Пусть Бог благословит вас. Аминь. Можем будем помолиться вместе с вами. Приглашаем. Наш великий небесный Бог. Какое преимущество Ты подарил нам, что мы знаем Евангелие. И мы с вами, и мы все вместе стали частью всемирной семьи Детей Божьих. Мы стали членами Твоего Царствия. Мы стали братьями и сестрами друг к другу. Сегодня, Господи, мы рассмотрели это библейское заявление Иисуса, что мы являемся светом мира. И мы молимся, чтобы благодать Твоя наполнила нашу жизнь. Чтобы мы могли, как и говорит апостол Павел, наполниться всею полнотою Божьей. Дай нам Духа Твоего Святого, чтобы жизнь наша могла отражать правильный свет, показывая Тебя. Мы, Господи, выражаем благодарность за то, что смогли здесь сегодня поклоняться Тебе вместе. И когда мы через несколько минут поставим место поклонения к позвольному Господи жить жизнью поклонения Тебе. И обо всем этом мы молимся для того, чтобы прославить и восхвалить имя дорогое нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.